Всем привет, это 21 век, меня зовут Виктор Гастеев и сегодня у нас на обзоре смартфон Infinix 12 Pro. Amoled 393 ppi, 8 гигабайт оперативной памяти и Helio G99. И все это за 749 белорусских рублей на момент записи этого видео. Это модель 2022 года от китайского бренда Infinix. Этот бренд специализируется исключительно на смартфонах и берет свое начало с 2013 года. Так давайте же рассмотрим этого товарища по порядку. Внешний вид, мое почтение. Матовая пластиковая сияющая крышка, как будто звездное небо. И вот этот блок вокруг камер, как будто мы врываемся на звездолете в космическое пространство. Плоские грани, но немного закруглений. Ну, чтобы карманы быстро не протирались. Заметный, но не сильно вычурный логотип снизу. Ну и круглый блок камер. Тут у нас три модуля, о них чуть позже. А еще немалых габаритов вспышка. Если держать смартфон экраном к себе, то справа у нас качелька громкости и кнопка блокировки, совмещенная с дактилоскопическим датчиком. С другой стороны отсек для двух сим-карт и флешки, совмещенные. А снизу Type-C и разъем 3.5 для наушников. Сверху и снизу у нас динамики. Их два. А значит у нас в стерео. Причем с технологией DTS. DTS это альтернатива Dolby Digital. И причем DTS многие считают более качественными. Дисплей у нас с небольшими черными рамками, которые занимают 8% от всей площади экрана. Но выглядит вполне достойно и убедительно. Все потому, что сам дисплей у нас AMOLED. То есть с бомбическим черным цветом. Да, в смартфоне за 749 белорусских рублей нам поставили AMOLED. Да еще и на 6,7 дюйма. С достойным разрешением экрана и на 393 ppi. Цвета яркие, насыщенные, контрастные. Настоящий AMOLED. Конструкция стекла у нас 2.5D. То есть экран у нас минимально выпирает и это придает ему немного стиля. Сверху экрана сидит у нас полуостровок с фронталкой, которая спойлер на 16 мегапикселей. Но об этом позднее. Сейчас поговорим же о производительности. Здесь у нас 8 гигабайт оперативной памяти, но не простой, а с возможностью расширения до 13 за счет постоянной памяти. Так, это очень вдохновляет, особенно если учесть то, что нам сюда поставили G99 от Mediatek. Это не топовый, но достойный средний процессор, который дает возможность играть во все современные мобильные 3D-игры на средних и средневысоких настройках. Посмотрите, как тут бегает демо-версия Call of Duty. Разогревается смартфон, как вы видите, нормально. И троттлинг тоже вполне ожидаемый. Фирменная оболочка для 12-го андроида XOS версии 10.6. Работает шустро, ни микрофризов, ни чек-го. Кстати, XOS этой версии имеет свою собственную примочку для оптимизации игр, которая называется Monster Game. Лично я такими приспособиями особо не пользуюсь, но их наличие однозначно говорит, что смартфон заточен под гейминг. И это радует. Кстати, постоянной памяти в Pro версии нам занесли целых 256 гигабайт. Но и эту память можно расширить при помощи флешек. А вы знали, что чем лучше производительность вашего телефона, тем круче фотки в Инстаграме? Да, и в первую очередь здесь решают не совсем камеры. Решает искусственный интеллект, который, собственно, ваши снимки и обрабатывает. Чем лучше он, тем круче фотографии. То есть не количество пикселей и не ширина диафрагмы. Хотя и они не должны быть слишком стрёмными. Основная камера тут на 108 мегапикселей и диафрагма 1.75. К фоткам я претензий не имею. Да, 108 мегапикселей это слишком претензиозно, учитывая, что даже тому же Инстаграму нужны всего 12. Но фотки яркие, сочные и контрастные. Видео тоже ничего. Оптической стабилизации у нас нет. А вот это тест на переэкспонирование. А вот это на плавность перевода фокуса. Мое мнение, видео вполне соответствует цене данного девайса. Также есть модуль глубины резкости. Третий модуль это, к сожалению, не ширик, а макрокамера. Макро без автофокуса. И мне кажется, что эти макромодули ставят смартфоны просто для того, чтобы смартфон выглядел более убедительно. Фронталка, кстати, у нас на 16 мегапикселей. И, собственно, вот так вы будете выглядеть у себя в сторис. И звук будет, соответственно, таким же. Ну и, наконец, пару селфи-фоток. Вот это в студийных условиях, а вот это в обычных, где света не так много. Золотой стандарт автономности в 2022-2023 году. Это у нас 5000 мАч. Потребляя контент целый день, вам с запасом хватит на целый день пользования. Ну а если что, быстрый зарядник на 33 Вт нам в комплект положили. По влагозащитете информация не заявлена, поэтому мы его под дождь ссумать не будем. И вам не рекомендуем. Зато у нас здесь есть NFC. Есть возможность работы с несколькими окнами. Привет студентам. А также есть несколько вариантов точности GPS. Что ж, в целом этот красавчик мне понравился. Он красивый. Еще раз можете посмотреть на его крышку. Он производительный. 13 гигабайт оперативки. Ого-го. Еще он тонкий. Чуть меньше 8 мм. И весьма с приличными камерами. Да, и вполне за сносные деньги. Мой вывод. Можно брать. Собственно, на этом все. С вами был 21 век. Меня зовут Виктор Гостеев. С вас лайк, подписка, комментарий. И увидимся в следующих обзорах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok